Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, пришлось их выгнать из дома вообще, чтобы записать это видео. Потому что оно должно быть. Так, ладно, с чего начать? Сначала. Начну снова, короче. Всё началось. Вообще, в принципе, у нас для первой, мне кажется, беременности, для первых родов всё прошло очень довольно-таки быстро. Потому что некоторые истории рассказывают о том, как там они в больнице лежали схватками 19 часов, 20 часов, 36 часов. Я вообще себе это представить не могу. И надеюсь, что следующие, следующие роды пойдут ещё и ещё быстрее. И вообще будет всё замечательно. Ой, как я давно это видео записывала. Это видео было записано раза четыре точно. Когда Эл была совсем маленькой, когда Эл была побольше и тому подобное. И, в общем, вот так вот дальше. Раза четыре точно я записывала это видео. И каждый раз оно прекращалось где-то на середине. Вот, поэтому смысла нет. Поэтому я расскажу сегодня. Началось. Всё четыре часа утра. Я встала, сходила в туалет, пришла обратно, думаю, лягу обратно. Какие-то такие непонятные просто какие-то ощущения в животе. Не знаю. Мне кажется, знаете, каждый раз, когда беременные думают, как я узнаю, что идут схватки, как я узнаю, что вот уже время пришло. Это ни с чем не спутаешь. То есть, когда это происходит, это происходит. И я четыре часа, то есть, пришла я обратно, легла поспать. Хотя в голове уже было понятно, что это, что сейчас происходит и что дальше будет. Вот. Лето в 4.30 уже проснулся Энель, потому что я не могла лежать. Я встала, ходила, ходила туда-сюда. Непонятные ощущения. То есть, он проснулся и понял, что что-то что-то происходит. И в 5 утра начались прям такие схватки. Каждые... То есть, до 5 утра я просто ходила туда-сюда, но начала собирать сумку. Было за 2 недели раньше, до того, как сам срок должен был идти. То есть, у меня стояла дата родов... Не дата родов, а 40-ая неделя. Где-то 1-го числа, 1-го сентября. Конечно же, на часах у нас 17 августа. И вот я туда-сюда хожу, собрала сумку. В 5 утра начались схватки, что мы начали их отчитывать. Потому что я уже поняла, что это что-то вот такое, которое... Что-то, что приходит ко мне волной. Постоянно такие ощущения. И то, что когда говорят, что такие боли, как будто там месячные, еще что-то... Мне вообще так не показалось. Я не знаю, у кого такие месячные, но... Вообще, мне кажется, другие боли. То есть, вообще ощущения, вот эти вот сокращения, это вообще что-то другое. Может быть, самые какие-то начальные, которые там у людей, когда... Кажется, там, 20 минут, 30 минут. Может быть, эти ощущения, но у меня такого не было, у меня сразу были промежутки 6-8 минут. Позвонили мы с нашей акушерки. Ну, вернее, когда звонишь, там берет, отвечает любая акушерка, которая сейчас на дежурстве. И вот она нам сказала, что пока что отсматривайте, отсчитывайте, потому что время рано еще. То есть, 8 минут промежутки. То есть, просто смотрите, если это какие-то просто как Брэкс на Хиггс, да, или тренировочные какие-то схватки, то это пройдет. Просто сходите в душ. Посидите в душ маленько. По перезвоните где-то... Она сказала перезвонить 8. Время где-то, ну, где-то уже, короче, когда мы начали звонить, время было часов, наверное, 6. И она сказала, что перезвоните 8 часов. Окей. Помните нашу ситуацию? У нас нет душа, нет ванны. У нас есть тазик, вода. Вода есть горячая, но нет душ. То есть, не расслабиться, не успокоиться. Поэтому мы собрались. Поехали к тетушке. Тетушка живет, слава богу, пару улиц от нас. Поэтому мы приехали. Я залезла в душ. Там сидела. Уже все, уже каждый раз, когда схватка, я уже стою на четвереньке. Дышу. Но чувствую, что капец. Сходила в душ, не отпускает. Каждый раз я падала на четвереньки, потому что схватки все сильнее и сильнее. Между схватками стали промежутки 3-4 минуты. Позвонили мы 8 акушерки. Такие дела. Я уже говорить не могу в телефон. Инель разговаривает. Она говорит, ну приезжайте. Я буду там в 9. То есть, мы собрались в 8 чем-то, поехали в больницу. В 9. В общем, зашла в палату где-то в 10. Между этим был такой момент. Мы подошли к стойке. И мне сказали, садитесь в кресло. В это такое, как-то инвалидное кресло. Я сказала, что можно мне пешком пойти. Они сказали, нет. Это как бы просит. Так должно быть, короче. Как это сказать? Вы поняли. Сейчас написала. Посадили меня в это кресло. Повезли. А, сначала меня положили в дренажную комнату, где просто проверить тебя нужно. Мне начали проверять давление. Типа, вот какой у вас доктор. Мы говорим, что... И сначала вроде как бы все, что типа, а, ну да, хорошо, проверяйте меня. Меня пытались мне там что-то подключить какую-то... А, они говорят мне, какую вам подключить капельницу. Я такая говорю, вроде не должно быть никакой капельницы. Они такие, то есть какой у вас доктор, как его зовут. Я говорю, что так-то мы с акушерками. И все. Просто в этот момент все прекратили со мной разговаривать. Меня просто подняли и сказали, а он туда, он туда. И просто меня отвели в другое крыло, абсолютно в другое крыло. То есть уже не докторы, ни одна медсестра уже больше ко мне не подходила. Никто, реально, со мной не пытался мне там ничего измерить, ни давление, ни температуру, ни каких-нибудь капельниц. То есть мы просто зашли как будто в другой мир. Вот мы заходим в это крыло, там, где акушерки заведуют. Вот. И там просто говорю, там сразу пахнет аромалампами. Сразу смотрю, стоят эти солевые лампы. Вот как у меня же есть такие вот эта штука, короче. Вот стоят везде. Музыка играет, знаете, такая спокойная музыка. Аромалампы чувствую. Где-то мяты пахнет, где-то лаванды. То есть мы заходим в комнату. Все, уже мы выбрали комнату. А нам сказали, типа, вот вы одни будете рожать пока что. Поэтому какую вам комнату нравится, какая, типа, вам комната нравится, выбирайте. Мы туда-туда посмотрели. Выбрали ту, в которой большая джакузи, короче, в ванной стоит. Мы знали, что рожать нам в воде не разрешает. Но хотя бы находиться в воде до самих потуг, да, потуг, можно. Вот. Поэтому мы выбрали эту большую комнату с этой ванной. Я не знаю, где-то есть на видео. Но я, походу, в общем, наверное, ничего не вставляю. В 10 где-то часов мы пришли в комнату. Мне уже было ни до чего. Ни до каких ни комнат, ни джакузи, ни ничего. У меня проверили. Раскрытие 5,5, почти 6 сантиметров. Это еще только 10 часов уже. С 5, то есть 5 часов прошло. Ну, как сказать, что сильных схваток прошло часа 2. То есть, вот где-то часов 8 у меня началось. Прямо меня, что вот я падала на пол каждый раз при каждой схватке. В этот момент мы позвонили моей сестре. Сестре Иннеле. То есть, вот я с ней, она у меня как будто, как бы она у меня была всю беременность, как Даула, Дула, как она называется, да, по-русски, не знаю. Мы с ней просто, то есть, она меня проговаривала, мне кажется, схватку со мной, пыталась разговаривать. Иннель в это время все фотографировала, снимала. Я за это очень сильно благодарна, что у нас есть все эти фотографии, видео, вообще абсолютно всего. Со всех ракурсов. У нас было 3 или 4 камеры с собой. Медсестры в шоке были. С акушерками. Но, тем не менее, у нас есть все это на видео, и это, 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 это прекрасно. Тут же на втором телефоне у меня мама. Короче, два такие телефона стоят. Тут Иннель с камерой. Тут стоит GoPro. Тут вот эта камера стоит. Эта акушерка просто уже не знает, с какой стороны ко мне подойти. Но мне все равно. Конечно же, каждую схватку Иннель убирал фотоаппарат, потому что ему нужно было меня держать, потому что это было капец. Но сейчас все, конечно, приходит с опытом, все приходит с, ну да, с опытом. Поэтому сейчас я точно знаю уже, как это все нужно действовать, как это прожить, как это, в общем, все не так плохо. Итак, время, ну вот так вот, 10-11, я в этой джакузи, в этой воде. Вода такая хорошая, теплая, но схватки очень сильные. И прям, я помню, вставала, и моя сестра, ну, сестра Иннеля, она прям видела, как у меня живот, получается, сокращался. Она такая, о, схватка, типа. И все, и мы как бы дышали эту схватку. Я не то чтобы кричала громко, мне кажется, это просто было как вот на выдохе такой, знаете, с таким этим. И просто завывала я, вывывала эту, эти схватки, но уже... И, кстати, самое интересное, что меня проверили, может, раза два. За это я обожаю акушерок, и за это я точно знаю, что следующие мои роды будут только дома. Но, как бы, это 100%. Потому что, да, классно, как бы, что все прошло так, как у нас прошло. У нас все это было в больнице, все такое. И это было вот именно, что не было никаких воздействий на меня, никаких... Типа, хочешь на мячике прыгать? На мячике прыгай. Хочешь в воде сидеть? В воде сиди. И акушерка реально не зашла ко мне до самих вот родов. Она не зашла, медсестра зашла, заходила, может, каждые минут 30-40, то есть вот раза 3-4 буквально, просто чтобы посмотреть давление, проверить, что сердцебиение у малыша и у меня, и все нормально. Все. То есть, да, в основном, в остальном никого не было в комнате, кроме нас. Мамы моей на телефоне, потому что она прилетела 26-го, то есть они должны были прилететь к первому часту, к родам, а все получилось вот так. И, короче, прикиньте, когда мы встаем, собираем сумку, и позвонили мы нашей сестре, моей сестре в законе, я не знаю, как это называется, сестре Инелле позвонили, и она говорит, Инель, ты знаешь, какой сегодня день? Я так на него смотрю, я точно не знаю, 17 августа, как бы, ну, 17 августа. А это, короче, день рождения папы Инелле. Прикиньте, то есть, Эл родилась, и я такая, у меня в голове такая, ну, все, значит, точно мальчик, значит, точно Инель, мы же не знали, кто это. Я говорю, ну, тогда это точно Инель. Мы так друг на друга посмотрели, посмеялись, ну, в общем, вот, представляете, она родилась, был день рождения папы Инеля, день рождения своего дедушки. Вот, все, нас проверяли, проверяли, заходит акушерка, это было уже, наверное, около часа, было 12-30, может быть, она заходит, давай, говорит, ну, уже, видимо, слышит, все равно по моим схваткам, по тому, как уже у меня какой голос, знаете, это реально какой-то уже просто рев такой, львиный рев какой-то из меня исходил тогда в эти моменты уже, то есть уже было понятно, что вот-вот, и она меня, я вышла из этой ванны кое-как, боже мой, это был кошмар какой-то, это вот именно вот этот момент выхода из ванны, то есть даже если, кстати, если уже, вот, вы рожаете, то есть уже, уже не можно, нельзя, то есть уже головку видно, например, да, у ребенка, то они, конечно же, будете рожать в воде, в воду, но у них нет этого страховки именно для водных родов, поэтому мне нужно было выйти и сказали, принимай позицию, которая тебе больше всего комфортна, то есть сначала меня положили на кровать именно, чтобы просто проверить, раскрыть тебе 10 сантиметров, она говорит, давно уже надо, оказывается, просто осталось тебе просто потушиться пару раз, окей, сейчас, когда ты рассказываешь, скажешь, так все легко, тогда это так не казалось, мне казалось, что время тянулось очень долго, и мне именно казалось не из-за того, что мне как-то некомфортно, мне казалось, что некомфортно ребенку, что я что-то не так делаю, что малышу неудобно, но эти мысли нужно сразу откидывать, потому что начинаешь нервничать, начинаешь переживать, и когда я тужилась, и я не понимала, почему у меня не получается, то есть я чувствую, что вот уже, да, вот, мне уже даже положили, то есть руку, да, что можно почувствовать уже волосики, уже голову можно почувствовать, а не получается, не понимаю, почему, оказывается, все почему, потому что у меня не отходили воды, у меня не лопали пузырь, ребенок, самые, сказали мне, самый как бы здоровый вид рождения, это когда ребенок рождается, и это очень часто, кстати, происходит, особенно в естественных таких вот родах, когда плод маленький, ребенок рождается вот в этом вот пузыре, и это так классно, и мне когда сказали, ну, потом уже сказали, что была возможность, что вот она бы родилась в этом пузыре, но уже ведь то ли я как-то не так потужилась, то ли что-то, но именно тогда этот пузырь лопнул, и то есть сначала, перед тем, как родилась Эл, это просто было непонятно что, это просто такой, понимаете, какой-то брызг, ну, я не помню, я не видела это на видео, но это реально так было, и все, и так после этого уже стало спокойней, не то что спокойней, а казалось, что вот уже легче будет сейчас, поэтому после этого я потужилась, наверное, раза два, и Эл родилась, поймала ее Инель, то есть он положил камеру, и мне сказали, что вот-вот-вот сейчас уже, потому что голубка уже выходит, и все, он ее, получается, сам поймал, сразу же ее положили мне на грудь, и все, и нас оставили в палате, то есть не было у меня ни разрывов, ни ничего, меня сразу просто почистили, и все, и они сразу почистили подо мной кровать, и все, и акушерка с медсестрой ушли, не проверяли, а мы не знали, кто у нас, наверное, первые минут пять, это такое ощущение, когда уже все равно, тебе уже не важно, то есть это так классно, когда ты не знаешь, потому что просто вот ребенок родился, ребенок здоров, ребенок дышит, ребенок, ну, все хорошо, и поэтому уже, честно, честно слово, уже не важно, кто у тебя, мальчик, девочка, все, и все, поэтому она родилась, и страшно же, она такая маленькая, и я не знаю же, как посмотреть-то, кто у нас, никто, а спрашивать как-то стыдно, потому что скажут, ну, блин, что вы вообще, что ли, вот же вам ее положили, что, непонятно, кто у вас, девочка или мальчик, и когда сказали, что у нас девочка, это был просто шок, я не знаю, почему, но я вообще не ожидала девочки, и сначала какое-то такое даже не разочарование, ничего, просто что, как, не мальчик, что ли, то есть всю беременность мне говорили, что у тебя мальчик, у тебя мальчик, у тебя мальчик, я думала, что это мальчик, и, а сейчас, когда я смотрю на, даже просто смотря, смотря на животы, да, к чьи-то, то есть я, ну, блин, и потом, вспоминая свой живот, я говорю, как мы могли сказать, что это мальчик, когда живот вообще, вообще девочка, вот, так, поэтому в час девятнадцатый родилась Эл, и Нелли ее поймал, положили мне ее на грудь, и все, и все ушли, то есть нас почистили, Эл даже не трогали, то есть мы сразу сказали, что мы не будем никаких непрививок, никаких вот этих там, кого-то там мажут, не мажут ей, глазки, знаете, там, глаза, по-моему, ей маленько помазали, вот именно этой штучкой, которая там защищает от бактерий, микробов, или там от чего-то, и все, и они ушли, и вот мы часа два вот так вот лежали просто втроем, сестра у меня была, мама здесь же была, мама там, говорит, съела салфетку, пока я рожала, то есть, конечно же, не было, знаете, когда, помните, я рассказывала, что типа, вот, главное дышать, там, вот, дзен, вот, так не получается, кричала я, дай боже, вот, то есть прям, неправильно, но тем не менее, то есть, ну, мне не говорили, там, знаете, там, положи подбородок на грудь, там, тыры-пыры, поэтому мне кажется, что я как-то все-таки это делала естественно, и надеюсь, что, ну, все у нас хорошо прошло, и просто то, что я делала это настолько громко, насколько я не хотела делать, ну, так это, видимо, получается, и это уже не от меня зависит. И все. После уже, наверное, пару часов пришли нас проверить, пришли взвесить, Эл, она уже тогда и покушала, у меня, кстати, молозиво, молозиво это называется, бежало, появилось, брызгало, текло, как еще сказать, наверное, месяцев с пяти беременность. То есть, когда я была беременна, где-то, наверное, месяца четыре-пять, я заметила, что у меня что-то капает из груди, и когда я спросила нашу акушерку, они сказали, это потрясающе, это замечательно, это шикарно, значит, у тебя будет много молока. И так оно и было. Молока было много. Ладно, это я расскажу потом. Вот, родилась Эл, в общем, в час девятнадцать, и все, и с тех пор она у нас есть, такая классная. Родилась она два семьсот, где-то, два семьсот пятьдесят десят, я знаю только в этих, ну, как это, в этой, в американской шкале. Вот, рост там тоже маленькая, сорок восемь, по-моему, всего сантиметров, но это и хорошо, то есть, у меня не было ни разрывов, ни ничего такого, что пришлось бы потом зашивать, и не было никаких ни болей, ничего, то есть, мне сказали, я говорю, блин, а как мне, я вот очень хочу в туалет, например, как мне сейчас встать, они говорят, вставай, иди в туалет, аккуратно, но иди, кстати, поповину, почему мы лежали два часа вот так, вот поповину мы не перерезали, именно сразу же, я сказала сразу, что мы хотим подождать, пока поповина хотя бы перестанет качать кровь, вообще, многие не знают, что, ну, вот эта вот, кровь, которая идет из плаценты к ребенку, через поповину, нельзя перерезать сразу же поповину, потому что, вот это вот, вот это все, кровь, которая все еще качается, это вот именно те самые нужные, нужные, последние капельки, которые питают мозг, питают тело этого маленького человечка сейчас, в этот момент, который прошел через такой стресс, который родился, вот, какой-то непонятный этот мир, из своего маленького, маленького идеального мира, вот, поэтому не нужно перерезать сразу поповину, если у вас есть такая возможность, просто подождите хотя бы, чтобы перестала вот эта вот, она пульсировать, когда она пульсирует, она еще живая, там же еще все эти соки, вот, поэтому мы, конечно же, подождали, два, три часа, по-моему, ждали, то есть долго, и потом уже, когда она полностью уже, она даже не, она сразу же не высыхает, но сразу же становится такая, плоская, вот, и уже так в тот момент, уже Энель ее перерезал, конечно же, когда мы будем рожать дома в следующий раз, наверное, просто уже подождем реально, пока она сама, вот, посмотрите видео, знаете кого? Таня с Пашей, обязательно посмотрите видео, летающие пингвины, наверное, многие их все знают, посмотрите их историю, рождение их малыша Марса, посмотрите, как они сделали, вот, поэтому я хочу больше прочитать про плаценту, и тому подобное, и тоже, наверное, все-таки пережечь ее потом, или как-то, ну, в общем, я еще поговорю с нашими акушерками, которые, которые здесь я нашла, и на следующие роды мы будем просто уже 100% готовы, уже именно такие делать роды, которые нам хочется, которые мне хочется, уже год исполнился, представляете, нет, она была такая малютка, крошка, вот, поэтому такие вот, такая история родов, ничего сверхъестественного, честно, не было ничего там какого-то, но только то, что она почти что родилась в этом пузыре, это было бы просто эпично, и это бы просто было so epic, oh my gosh, вот, но пузырь лопнул, прямо перед тем, как родилась Элла, я думаю, почему у меня не получается, почему у меня не получается, она просто лежит в этом пузыре, вот, но когда я пошла на проверку, через, по-моему, 6 недель, мне сказали, что, что настолько была именно сама эта environment, то есть окружающая среда ее, в которой она находилась, настолько здоровая, поэтому она была, поэтому настолько был пузырь сильный, то есть настолько сильная у меня была именно защитная, вот эта вот оболочка для Элл, вот такая вот история, так что всем хорошего дня, спасибо, что посмотрели, мы вас очень любим, обнимаем, очень скучаем, всем пока, сходила, пыталась найти Элси, не знаю, где они гуляют, хотела добавить, что правильно с домой на следующий день, то есть через 24 часа, мы в 12 или в час уже, как бы, уехали на следующий день, как она родилась, получается, час 19, то есть на следующий день, мы уже где-то часа, в час, в 2-3 точно были дома, вот, поэтому, вот как-то так это все прошло, и когда это происходит дома, тоже, конечно же, а, и, кстати, акушерку я после вот этого, как она сказала, что у меня нет разрывов, ничего такого, что мне ничего не нужно нигде, села батарейка, вот, то есть после этих слов, я акушерку больше не видела, она как вот ушла с того момента, как Элл родилась, все, больше акушерку я за эти 24 часа не видела, с нами были именно медсестры, которые были на дежурстве, медсестра все время приходила, проверяла, получается, как я, как ребенок, проверяла наше давление, все цебиение, по-моему, пару раз у нее смотрели, и в тот же, в та же, те же медсестры нам показали, как менять подгузник, как пеленать, ну, как бы, как вот они пеленуют, да, и вообще первую ночь, в принципе, там такая была уже взрослая медсестра, она сказала, что вы спите, то есть если я услышу, то есть мы сразу сказали, что ребенка нельзя забирать из комнаты, что ребенок с нами, что ребенку не нужны никакие прививки и тому подобное, что, знаете, иногда уносят, да, детей куда-то там, я этого не понимаю, когда их кладут в эту комнату, где еще 10 детей, и они все плачут, это же такой стресс на бедного ребенка, у которого нет вот этого понимания, прошлое, будущее, у него есть понимание сейчас, и сейчас он лежит один в комнате, и, в общем, я не могу себе представить это ощущение, так что, вот, мы сказали, что ребенок остается с нами, что не нужно его никуда уносить, не нужно никаких прививок, не нужно, у нас пытались взять кровь для, от Эл, для банка, ДНК, крови, или банка ДНК в Мичигане, что-то там в стране, короче, мы сказали, нет, спасибо, не нужно, не нужно нам никакой банк, вот, поэтому я сейчас сказала, что вы спите, типа, если я ее услышу, то я просто приду с ней, посижу, ее укачаю, короче, так этот, очень мило было, но так не получилось, потому что кушать просыпалась каждый, ну, как и в первые дни всегда получается, что ребенок просыпается каждые там пару часов, кушает она минут 20-30 с каждой груди, вот, поэтому, у меня молоко пришло сразу же на второй день, потому что у меня, как я говорю, уже молозиво было очень давно, еще с середины беременности, так что, вот, и уехали мы домой на следующий день, а тут же уже нам к этому, к вечеру приехали наши друзья, Алена и Делиус, которым, боже мой, это просто, я не знаю, какими еще словами говорить, насколько я их люблю, насколько, сколько они чудесные, они нам привезли еды, и это, блин, это было очень классно, и с тех пор, вот, мы вот так вот счастливо и, счастливо и живем с нашей маленькой Эл, вот, хотела просто добавить, так что все, еще раз всем спасибо, всех обнимаем, пошла искать, где они гуляют, потому что на работу надо собираться, все, давайте, пока!